Привет, мой друг! Как твои дела? Это Дава Дым, и сегодня это наш первый пилотный выпуск новой моей рубрики. Так как это первый выпуск, я, наверное, должен до тебя донести, что в этой рубрике будет, почему эта рубрика называется, почему я и так далее. Начнем, наверное, с того, что у меня есть очень-очень много сообщений в Директ с вопросами-ультиматумами. Почему так? Почему ты это? Почему у тебя вот так? А почему это, а не то? И только ради этого была создана данная рубрика, чтобы ответить на миллионы вопросов, которые мне ежедневно поступают в Директ. И я тебе примерно уже объяснил, но дальше ты эту рубрику поймешь, когда посмотришь два или три ролика с данных выпусков. Поэтому давайте-ка вы меня поздравите, поставите мне лайков, подпишитесь на мой канал, на мой инстаграм, и мы, собственно, уже начинаем. Почему я не использую фольгу, а отдаю предпочтение коллауду? Ты сейчас видишь, в одной руке у меня фольга, а в другой руке у меня коллауд. И как ты думаешь, кому на данный момент я больше отдам предпочтение? Да, я понимаю тебя. Ты смотришь на вот эту руку, где есть фольга, и у тебя перед глазами пролетают просто миллионы воспоминаний, миллионы флешбеков, как ты все это курил, как ты все это натягивал, как ты все это забивал. И самое главное, как ты контролил жар на вот такой вот вещице под названием фольга. А что же у меня в другой руке? В другой руке у меня коллауд, либо другими словами, устройство контроля жара, которых на данный момент на рынке насчитывается тысячи и тысячи разных моделей, тысячи и тысячи разных производителей. И сегодня в нашей рубрике, почему я отдал предпочтение коллауду и не отдаю больше предпочтению фольги. Когда-то давным-давно я орал, что он ли фойл, факинг коллауд, он ли олдскул, да и так далее. И просто не признавал эту вещицу, называя ее бездушной. Я вам признаю, что и по сей день я эту вещь называю бездушной, но время идет и нужно подстраиваться под современные ритмы, под современные реалии. Поэтому вот этот кусочек фольги мы просто вышвырнем, потому что он нам больше уже не пригодится. У нас есть устройство контроля жара и выглядят они вроде бы по-разному, но при этом выглядят они всегда одинаково. Есть какой-то основной тип этого устройства контроля жара и все пытаются ему придерживаться. Вот такой вот обычный бездушный кусочек металла, который раз и навсегда вытеснил с моей души, с моего сердца фольгу. Давайте я вам объясню основные причины, почему же я отдаю предпочтение больше в работе коллаудом, нежели фольге. Первая причина, наверное, она максимально глобальная. Она идет еще до того, как эта штучка попадает к нам в руки, до того, как продукт, который мы собираемся нагревать с помощью этой штучки, попадает к нам в чашку. Ни для кого не секрет, что сейчас на рынке Российской Федерации миллионы и миллионы производителей, которые производят свой табак. Все производители подстраиваются под то, как их продукт будет куриться на коллаудах. Все фокус-группы, все, кто прокуривает данный продукт до еще выхода, также прокуривает его на коллаудах. Есть, конечно, определенные производители, определенные фокус-группы, которые прокуривают на фольге, но это лишь такой маленький, незначительный момент, что ее практически фольги нет. По процентажу использования коллауд во время прокура, конечно же, отдается вот этой вот вещичке. Простота работы. Кальянщикам на данный момент, кальянным мастерам, гораздо проще отдать кальян гостям на коллауде. Почему? Легче, не нужно тратить много времени, а самое главное, стопроцентная практически вероятность того, что кальян получится хорошим, вкусным и дымным, и он не будет, в принципе, горчить. Это одна из таких основных причин, касающихся работы. Третья причина, почему я отдаю предпочтение коллаудам, это уже гости в заведении. Потому что сейчас ты не встретишь гостей, которые попросят тебя забить на фольге, за исключением некоторых каких-то старых гостей, каких-то энтузиастов, каких-то людей, которые хотят определенный табак, типа танжа, покурить на фольге. Я на самом деле в своей жизни не встречал людей, не встречал гостей, которые сказали бы мне, дава, забей нам масхев на фольге, либо забей нам дав на фольге, либо я хочу покурить дейли хуку на фольге. Все только на коллаудах. Почему? Потому что гостю гораздо проще просто курить кальян, не пытаться его контролировать и просто не заморачиваться с ним. Максимум, что он хочет, чтобы мы принесли кальян, и он в течение часа просто покурил, не мучаясь и не зовя каждый раз кальянчика. Кальянчик, поправь угли. Кальянчик, уголь с фольги соскальзывает. Кальянчик, угли скатились в центр. Кальянчик, можешь перевернуть, потому что угли потемнели. Все, максимальная простота. Вот эта штучка внесла коррективы в нашу с вами работу. И только из-за этого лишь я перешел с фольги на коллауд. И теперь я могу смело заявить, я не использую фольгу, я отдаю предпочтение коллауду. Если ты со мной не согласен, то пиши свои комментарии по этому поводу. Если ты куришь на фольге, то пиши комментарии по этому поводу. И обязательно напиши, когда ты последний раз курил кальян на фольге. Так что, ребятки, это первый короткий пилотный выпуск на такую обширную тему. Коллауд или же фольга. Это был Дава Дым. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok